Говорят, что камень бирюза навсегда сердца соединяет. Даже сквозь разлуки и года теплота Востока их венчает. А еще поверье есть одно – души бирюза оберегает. От измен, неверности и лжи семьям удержаться помогает. Произнесите слово «бирюза» вслух. В памяти сразу возникают сказки шахеризады и чувствуется аромат Востока. С этим минералом связаны сотни прекрасных легенд и преданий. А еще бирюза – очень капризный камень, который может внезапно поменять свой цвет или разрушиться. Но мы расскажем, что нужно делать, чтобы бирюза прослужила не меньше, чем у фараонов. Обо всем по порядку. Минерал цвета весеннего неба считается самым древним камнем и занимает важное место в культуре каждой мировой цивилизации. Множество украшений и инкрустаций бирюзой было найдено в гробницах фараонов, в том числе египетского фараона Тутанхамона. Но самую удивительную находку археологи обнаружили спустя 8 тысяч лет. Это был золотой браслет с бирюзой на руке египетской мумии, захороненной еще в дофараонскую эпоху. На протяжении всей истории человечества прекрасную бирюзу воспринимали как камень, который отводит беду и принимает на себя неприятности своих владельцев. Люди Древнего Востока говорили, что всякое зло отступает от человека, если на нем бирюза. Индейцы Пуэбло полагали, что бирюза предохраняет от удара молнии. Жители Тибета поклонялись бирюзе как божеству и ценили ее выше алмазов. И сейчас этот камень не теряет своей актуальности. Мусульманские невесты считают бирюзу неотъемлемым атрибутом свадебных украшений. Также ювелирные изделия с бирюзой принято дарить на 18 лет супружеской жизни. Это является знаком счастья и верности. Бирюза всегда ценилась и среди королевской знати. Наполеон Бонапарт преподнес своей второй жене Марии Луизе поистине королевский подарок к свадьбе – роскошную тиару с бриллиантами и бирюзой. Хотя изначально в украшении вместе с бриллиантами сверкали изумруды, но Наполеон приказал заменить все изумруды на бирюзу. Самоцвет украшал трон Бориса Годунова. Иван Грозный верил, что когда камень потемнеет, то это верный признак его скорой погибели. Об этом в своих записках упоминал английский дворянин и дипломат Джером Гарсей. Он привозил Ивану Грозному из Англии различные металлы и порох. Джером был удостоен чести, лицезреть, царские сокровища. Рождаются самоцветы глубоко под землей в результате гидротермальных процессов. Бирюза имеет очень редкий и утонченный голубой цвет. Это потому, что в ее составе присутствует медь. Ее добывают в тех регионах, где царит сухой и жаркий климат – на Чинайском полуострове, в Иране, США, Египте, Эфиопии, Израиле. В России минерал находят на Алтае и Кавказе. Чаще всего непрозрачные минералы относят к классу поделочных, но именно бирюза ценится как драгоценный камень. У нее много оттенков, которые варьируются от зеленого до белого, но самый ценный оттенок – бирюзовый. И именно такого оттенка камня используют в своих украшениях мастера ювелирного дома Максим Демидов. Люди считают, что этот непрозрачный минерал – чистый, волшебный и лечебный. Верят, что бирюза своим матовым цветом очищает воздух и душу. Народные целители уверены, что минерал способен справиться с бессонницей, если положить его под подушку. Некоторые психологи считают, что бирюзовый цвет камня дает оптическую иллюзию прохлады и чистоты. Цвет позитивно влияет на психику, позволяя сконцентрироваться на поставленных целях, способствует лучшему ощущению уединения. Хоть камень некрасивый, но очень капризный. В ювелирном искусстве его не так-то просто обработать. Минерал хрупкий, поэтому его подвергают минимальной обработке. В основном бирюзу превращают в кабошоны. Взгляните на эти серьги. Бирюза, как будто ясный небосвод окутывает все своим матовым свечением. Этот самоцвет имеет пористую структуру и поэтому чувствителен к внешним воздействиям. Чтобы продлить жизнь ювелирных украшений с бирюзой, следует оберегать их от кремов, духов, мыла. Камень не рекомендуется мочить. Оберегать самоцвет нужно и от нагрева, резких перепадов температур, от воздействия кислот, абразивов и испарений, пота и яркого прямого солнечного света. Чистить ювелирные украшения с бирюзой можно только сухой чистой мягкой салфеткой, а хранить следует в месте, защищенным от проникновения солнечных лучей и влаги. Выбирать бирюзу надо яркого голубого оттенка, ведь камень с большим количеством меди будет прочным и долго прослужит при правильном обращении. Бирюза совершенно и прекрасна, словно небо в весеннее утро или лазурная вода в горном озере. И если надеть украшения с бирюзой, то день наполнится хорошим настроением. Вам не только будет сопутствовать удача, но и гарантировано внимание. И поверьте, ничто так не украшает, как хорошее настроение и ювелирные изделия с бирюзой. А посмотреть вы их можете на сайте Максим Демидов. Следите за нашими новостями в социальных сетях и подписывайтесь на YouTube-канал. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения!